Именно мое отношение к вину, оно базируется тоже и на библейских цитатах о том, что вино часто упоминается в Библии. Известная цитата из послания апостола Тимофея своему сыну, когда Павел говорит, что тебе нужно принимать немного вина для желудка и частых твоих недугов. Мы знаем, что Иисус притворил воду в вино в Кане Галилейской, на Брачном Перу. Мы знаем, что Иисуса обвиняли в том, что Он пьет вино с мытарями и грешниками. О чем говорит нам Священное Писание? В притчах 20 главе говорится, что вино буйно и пьющий секеру неразумен. Дай секеру огорченному душою. Много разных есть напоминаний о том, что не надо увлекаться вином, не надо увлекаться спиртосодержащими напитками. Но вино, оно присутствовало в израильской культуре, оно присутствовало не только в Израиле, по всему Средиземью. Оно, безусловно, является частью быта, потому что в условиях отсутствия холодильника невозможно было сохранить виноградное вино круглый год, тем более летом, когда тепло или когда поспевает урожай. Поэтому процесс образования вина из сока, это был нормальный, естественный процесс. Если исходить из опять культурного контекста, мы видим, что в Греции, например, одно из древнейших культур, также Средиземноморья, они не просто пили вино, но они разбавляли его, разбавляли его водой. Из современных, например, Владимир Познер говорил о том, что его мама француженка разбавила вино водой, и когда ему было 12 или 14 лет, она первый раз дала ему попробовать вино. В странах, в которых есть культура принятия вина, люди никогда не упиваются вином. Они действительно могут использовать его как часть трапезы, как часть времяпровождения с семьей, ориентируясь в первую очередь на общение друг с другом, на общение с семьей, с друзьями, с близкими людьми. И это просто часть ежедневного стола, но ни в коем случае не тот напиток, в который нужно прям погрузиться, которым нужно залиться с головой, чтобы забыть все и вся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова